Добрый день, с вами Империя Пикчер и сегодня покажу вам как нарисовать дозаи маркерами. Если вас интересует тема рисования, то внизу по ссылке в описании вы найдете множество других курсов и наше заучное обучение. Заходите и обучайтесь вместе с нами. Рисовать будем в нашем классном скетчбуке от Империя Пикчер. В наборе у нас есть непромокайка для маркеров, которую мы подложим под листочек, чтобы у нас ничего не отпечатывалось. Берем карандашик мягкости Б, он хорошо подходит для набросков и наметим силуэт дозаи формате листа. Начнем с головы. Наметим такой небольшой овал, затем шею, линию плечиков и прорисовываем верхнюю часть тела в виде трапеции. Бозаи у нас такой довольно высокий, худощавый, поэтому мы прорисовываем еще длинные ноги. Тут вот такая тоже удлиненная трапеция, расширяющаяся к низу на уровне плеч, может даже немножко шире и затем ногам придаем толщину, прорисовываем. Штанцы у нас будут не идеально ровные по форме, то есть это ткань, необходимо показать некоторую такую волну на брюках складок. Намечаем жилетку, даем два треугольных конца снизу. На штанах можем прорисовать молнию, плечики сделаем более покатыми, то есть по направлению они идут вниз. Снизу на штанинах добавляем складки и создаем силуэт складок по краю. Затем мы прорисовываем туфли. Левая ступня у нас будет вот так с каблучком и нос довольно вытянутый. Теперь прорисовываем вторую ножку, штанина, добавляем складки и здесь немножко будет другое направление стопы, чуть сильнее на нас развернуто. Но тут также будет виден каблучок и располагаем нос. На штанах наметим стрелки. Это такие ровные линии, которые идут по ткани. Складочки можно наметить в виде треугольников различной формы и размера. На туфлях расположите подошву тоже. Теперь мы намечаем длинный плащ. Обозначаем его уровень двумя линиями с левой и с правой стороны, а затем накидываем его на тело. Возле груди он будет собираться максимально. Там будет небольшое расстояние до краев. С левой стороны ширина плаща будет поуже, чем с правой стороны. Также мы даем такое объемное плечико от линии плеч намеченных ранее. Немножко сгибаем локоть. Сгиб локтя будет на уровне пояса и занимаемся прорисовкой второй руки и плаща. Здесь немножко пошире он будет и делаем плавную легкую волну. На заднем плане намечаем тоже складки и продолжаем плащ. Тут у нас правая ручка будет уходить как бы в карман плаща. Тоже немножко под сгибом и здесь будет такая вот ленточка от руки по направлению вниз. Немножко извиваться будет. На рукавах тоже мы намечаем складки. Сбирается он в области рукава, в области локтя и получается немножко рукавчик закатан и там будет такая белая обмотка на запястье. На плаще прорисуем три пуговицы, а с другой стороны три горизонтальных отверстия для пуговок. Прорисуем складки на втором рукаве, на левом тоже. Здесь аналогичным образом будет закатан рукав три четверти, обмоточка на запястье и располагаем ладонь. Большой пальчик смотрит наверх. Другие пальчики немножко так согнуты и ощущение, что они меньше, чем должны быть. Они как бы смотрят на нас своими подушками. Затем мы обозначаем шею. На шее будет такой длинный воротник. Там тоже будет обмоточка, как и на ручках. Затем мы прорисовываем овал лица, заостряем его снизу, где у нас подбородок располагается. Затем мы намечаем волосы, прическа у нас где-то чуть выше линии подбородка. Теперь мы намечаем лицо, нос, глаза, рот. Глаза довольно будут крупными. Вот здесь вот тоже поясок у нас слева будет идти и рисунок в принципе готов. Мы берем черный линер и начинаем аккуратно обводить карандашный контур, стараясь за него не выходить. Пока вы это делаете, я вам напомню, что наша художественная школя открыла изоочное обучение и теперь вы можете не просто рисовать красивые картинки дома, а получить дополнительное образование в области изобразительного искусства и сделать свое любимое дело своей профессии. Ссылочку на изоочное обучение вы найдете в описании к этому видео, а там же вы можете зарегистрироваться на бесплатные 7 дней. Заходите, обучайтесь вместе с нами. После того, как все обвели линером, стираем карандаш ластиком и приступаем к работе маркерами. Берем бежевый оттенок цвета для кожи номер 135 и закрашиваем ладонь левой руки и лицо, немножко шею. И далее у нас идет 140 цвет для того, чтобы создать тени на лице. На скулах добавляем тени в области шеи, на ладони и на пальцах по нижней стороне. Сто первым оттеночком мы начинаем закрашивать пояс и затем плавно переходим в плащ и всю лицевую часть плаща мы закрашиваем этим оттеночком. Затем возьмем оттенок чуть потемнее, например, 99 и мы обозначим тени на поясе, на плаще. На плаще мы прорисовываем сначала силуэт складок, потом их закрашиваем. Вот здесь вот на боку будут проявлены складочки, затем мы прорисовываем складки по правой стороне в тенях на рукаве, формируя их прямо обводя. Добавим падающие тени от воротника на плащ. С другой стороны аналогичным образом также добавляем тени в складках на другой стороне, на рукаве. Слева и справа по сути у нас будет проявляться тень и между складками разделяем друг от друга. На поясе теперь прорисовываем тени и на нижней части плаща. Силуэт складок будет вот так вот идти по форме, создавая X-гибы. И вот такой у нас получается плащик. Далее мы возьмем цвет для G9 темно-серый и закрасим в однотон наши ботинки. Этот же цвет будем использовать для теней в складках на дальней части плаща. Поэтому прорисовываем силуэт тени и заполняем его цветом. По сути у нас останутся такие треугольники света на дальнем плане. Вот возле ноги тоже прорисовали и закрасили внутреннюю часть, что осталось. Вот этот уголочек заполним полностью этим цветом. Также этот оттенок мы можем использовать на жилетке, в однотон ее закрашиваем. Обводим по контуру и затем опять же заполняем, двигаемся к центру. Так будет рисунок вывести аккуратным. Прорисовываем узоры на рубашке и добавляем цвет теперь волосы. Тоже в однотонных аккуратно закрашиваем, стараясь контуры сделать такими заостренными, тоненькими. Теперь светло-серым оттенком CG6 мы закрасим вот эти светлые треугольники в местах, где у нас упал свет в складках. Цветом GG1 мы добавляем тени на брюки. В целом у нас брюки будут светлыми, тени мы добавляем в местах, где у нас соприкасается падающая тень от плаща. Также складки снизу. Вот эти наши треугольники мы закрашиваем и добавляем тени слева и с правой стороны по краям брюк. Для того, чтобы отделить от фона. Также рубашка у нас белая будет. Мы здесь аккуратно добавляем тени в области шеи и руки тоже. И под жилетку пойдет падающая тень. Ну, в принципе, практически готово. Остается только добавить завершающие штрихи с помощью белой ручки. Для этого мы ее берем и добавляем блики на ботинки. Можно использовать двойной блик. Также добавляем блики на свету плаща. Свет у нас, получается, будет с левой стороны. Также на поясе, на воротнике плаща. Везде, где у нас идет свет, можно подчеркнуть ручкой. Так рисунок будет смотреться более завершенным. Прорисовываем также рукава и вторую сторону плаща. Пояс. Не забываем тоже подчеркнуть. Пуговки там можно добавить, бликов на жилетки разделить. Две стороны также добавить какие-то узоры на декор груди. Подошву выделить и добавить пряди волос. И вот такой дозай маркер у нас с вами получился. Присылайте ваши результаты к нам в инстаграм. Мы снова с вами их посмотрим. Мы опубликуем у нас на странице ссылки на инстаграм в описании к видео. Напомню, что мы рисовали в нашем скетчбуке от империи и пикчер. Найти это и другие варианты красивых обложек вы можете в нашем магазине на ватбрис империи и пикчер по ссылке в описании к видео. И на этом я прощаюсь с вами. Не забывайте поставить лайк, написать хороший комментарий и подписаться на наш канал. Всем пока и до новых встреч.